Теперь давайте мы с вами затронем такие интернет-сервисы, с помощью которых можно узнать расписание общественного транспорта и даже забронировать билеты, допустим, на самолет, на поезд, в гостиницах и так далее. Есть два очень интересных сервиса, которые я хочу сейчас представить вам в данном видео. Они помогут вам, если вы собрались куда-то ехать, отдыхать, либо же по делам, это не важно. В любом случае, давайте начнем с Яндекса. Здесь есть такой очень интересный сервис, как Яндекс.Расписание. Если вы перейдете к списку всех сервисов Яндекса, я напомню, что для этого вам нужно в строке браузера ввести www.yandex.ru. Здесь внизу есть такой сервис, как Расписание. Кликайте на него, и вы перейдете вот в такую вкладку, где вы можете ввести, во-первых, откуда вы собираетесь перемещаться и куда. Давайте здесь введены уже по умолчанию подсказки, применительно для моего региона. Я оставлю их здесь по умолчанию, выберу дату, когда, допустим, 15 марта. Какой это будет транспорт? Допустим, самолет, поезд. Допустим, я выберу самолет, 15 марта, нажимаю найти. Сейчас Яндекс свяжется со своей базой данных, и вот он отображает нам все возможные рейсы, авиарейсы от Новосибирска до Москвы. А здесь вы видите список предложений на данную конкретную дату и время. В самой первой колонке мы с вами видим список авиакомпаний, тип самолета и предложения на конкретную дату и на различное время. Далее идет по местному времени, дата отправления и прибытия, сколько времени в пути, ну и, естественно, стоимость. Вы можете посмотреть этот список, естественно, выбрать вам понравившиеся, да, кликнуть по нему для того, чтобы узнать какую-то дополнительную информацию о данном рейсе. Вот я, допустим, кликнул на один из них, здесь вы можете узнать о каких-то дополнительных сведениях. Допустим, таких как цена, погода, прогноз погоды на данную дату и на данное время, да, по месту отправления и прибытия, аэропорт, из которого вы отправляетесь и в который пребываете и так далее. Естественно, здесь же вы можете сохранить данные сведения, да, возможно, вы захотите распечатать это для того, чтобы эти сведения остались с вами, да, отправить эти данные как ссылку куда-либо. Вы можете получить ссылку на данную страницу, вы можете где-то опубликовать, либо же просто кому-то послать. То же самое касается поездов, электричек и автобусов, да, допустим, если мы с вами введем, давайте сюда введем Новосибирск, выберем с вами дату, допустим, завтра, да, выберем автобус, нажмем найти. И вот, к сожалению, да, Яндекс нам сообщает о том, что на данную дату информации о рейсах у него нет. Но так или иначе, я думаю, вы уже поняли, как работать с данным сервисом. Он очень прост и разобраться здесь будет несложно. Еще один интересный сервис, который я предлагаю вашему вниманию прямо здесь же в данном видео рассмотреть, это Ozone Travel, гораздо больший по своему функционалу сервис, который позволяет еще и здесь же приобретать билеты, бронировать места в гостиницах, в отелях и так далее. Для того, чтобы попасть на страницу этого интернет-магазина уже, а не сервиса, да, вам нужно в строке браузера ввести www.ozon.travel. .travel это домен, после него не нужно вводить никаких ru, com и так далее. Значит, чтобы работать с этим сервисом, здесь также все очень просто. Вам нужно для начала определиться, что вам нужно, да? Вам нужны авиабилеты, гостиницы или железнодорожные билеты. Ну, допустим, давайте мы с вами рассмотрим информацию, сбор информации об авиабилетах. Здесь вам нужно выбрать, откуда вы планируете отправляться, допустим, из Москвы, да, и куда. Ну, давайте напишем, скажем, Лондон, да. Можно сразу же заложить сюда, так скажем, обратный маршрут, чтобы Озон нашел нам информацию о билетах сразу туда и обратно. Здесь же вам нужно указать даты, когда вы собираетесь отправляться, да, когда вы планируете вылетать. Для этого достаточно кликнуть сюда на когда, либо же вручную ввести цифры, либо просто воспользоваться вот этим календарем, который здесь справа имеется. Допустим, давайте возьмем, так, март, скажем, ну, 15 число, и когда обратно. А, давайте скажем, 18. Вот так. Теперь вам нужно выбрать, в каком составе вы будете отправляться. Либо же вы один, да, один взрослый пассажир. Можно добавить сюда еще взрослых пассажиров, можно добавить детей и младенцев. Для этого просто кликнуть по вот этим иконкам, и нужная пиктограмма здесь отобразится. Чтобы вам выключить ненужного пассажира, просто кликайте по нему, и он исчезает. Естественно, примитивно к авиабилетам вам нужно выбрать класс, в котором вы будете лететь, да, ну, и нажать кнопку найти, собственно, чтобы Озон выполнил поиск актуальных предложений, исходя из введенных вами данных. Да, на указанную нами дату, даты точнее, да, было найдено достаточно много предложений. Вы можете их вкратце просмотреть здесь. Почему говорю вкратце, да, потому что здесь выводится далеко не вся информация. Вы можете выбрать понравившуюся вам цену, авиакомпанию, время, которое вас устраивает, да, ну и, скажем, допустим, мы с вами выбираем вот этот вариант, чтобы посмотреть о нем более детальную информацию, вы просто кликайте по нему, и здесь вам уже предоставлены более расширенные сведения, такие как какой самолет, да, где пересадка, время в пути и так далее, и так далее. Если предложение вас заинтересовало, нажимайте выбрать вариант перелета, Озон выполнить проверку доступности, заказа и уточнения цены. Да, вот он нам открыл дополнительные сведения, это то, что мы с вами выбрали. Перелет Москва-Лондон, авиакомпания Swiss Airlines, да, и все прочее нас также устраивает. Если все нормально, тогда вам необходимо заполнить форму ниже. Ваша фамилия, имя, пол, день рождения, да, гражданство ваше, информация о загранпаспорте, ну и как с вами связаться, да, электронная почта и телефон. После этого нажимаете здесь на стрелочку, и тем самым вы подтвердите свой заказ. С вами свяжутся сотрудники Озон Тревел для того, чтобы сообщить вам дополнительную информацию, как и что, собственно, вам нужно будет делать после заказа. Вся дополнительная информация придет вам либо на электронную почту, либо вам позвонят. Естественно, потому что вы оставляете здесь только два варианта, да, электронная почта и ваш телефон. Здесь же нас уведомляют о том, что, естественно, если будут какие-то изменения в заказе, да, то вам об этом сообщат отдельно. Вот все, в принципе, настолько просто здесь заказывать и бронировать авиабилеты. Теперь, если мы с вами перейдем в гостиницы и отели, то же самое, только теперь уже применительно к местам проживания, да. Вам нужно выбрать сначала куда, в каком городе вы хотите узнать информацию об отелях и гостиницах. Давайте возьмем, скажем, тот же Лондон. Да, вот он здесь в первой списке, да. А, к слову, хочу сказать, что Озон Тревел позволяет бронировать гостиницы практически по всему миру. Настолько широка его база данных. Итак, здесь вам нужно выбрать, когда вы планируете заезд. Опять же, давайте воспользуемся календарем. Выберем 15 марта, то же самое. Ну и выезд 18 марта. Класс какой-то определенный, если вас интересует, да, здесь вы можете его выбрать. Я оставлю весь диапазон с 1 по 5 и нажимаем найти. Пусть у нас будет один взрослый, останется по умолчанию. Да, Озон Тревел нашел нам список предложений на выбранные даты. Здесь вы можете ознакомиться непосредственно с местами и с ценами, которые упорядочены в порядке возрастания. То есть, внизу самая большая цена и вверху самая низкая. Допустим, мы с вами выбрали вот этот вариант, да. Давайте нажмем подробнее об отеле. В открывшемся всплывающем окне вы видите практически исчерпывающую информацию о данном конкретном отеле. И даже вам представлена карта, где вы можете посмотреть, где он находится, как к нему можно добраться, какими видами транспорта, да. Здесь вверху есть адрес, телефон, куда можно позвонить, допустим, за дополнительной информацией, да. Здесь же краткая информация об отеле, что он предлагает, какие доступны сервисы, да. Ну и несколько фотографий, как правило, из внутреннего интерьера. Так, хорошо, думаю, с этим все понятно. Процесс заказа точно такой же. Для этого вам нужно кликнуть на цену и выбрать здесь, да, из предложенных вариантов. Ну я выберу первый, одиночный. И нам выдают сводную информацию. Это название отеля, его класс, место расположения, период проживания и общая цена, которая указана здесь вверху. Она уже общая, подсчитана в данном случае за три ночи, да, за три проживания. Так, но в данном конкретном случае нам говорят о том, что онлайн бронирование в данный момент невозможно. Что для этого нужно позвонить по телефону для выполнения, собственно, заказа. Такое часто бывает, не со всеми, правда, отелями, не со всеми городами, да, где вы выбираете место проживания, но все-таки это встречается. Поэтому в этом нет абсолютно ничего страшного. Вам просто нужно выполнить эти инструкции, которые здесь написаны для успешного заказа. То, что касается железнодорожных билетов, здесь абсолютно то же самое. Поэтому это мы с вами даже рассматривать не будем. Это точно так же, как и с авиабилетами. Что ж, я думаю, вы видите, какие преимущества открывает перед человеком, который решил совершить туристическую или деловую поездку Озон Тревел. С помощью него вы можете очень быстро покупать, бронировать не только авиабилеты, но и места в гостиницах, отелях практически по всему миру. Я надеюсь, что этот сервис вам понравился, и вы будете использовать его в своей жизни. Он на самом деле очень удобен. Ну а мы с вами на этом заканчиваем и движемся дальше.